Многие тату-мастера следят за топами и уделяют особое внимание техникам или рисунку, но есть множество других вещей, которые помогают сделать ваш сеанс гораздо лучше. Сделать таким его, чтобы клиент хотел к вам возвращаться снова и снова, а также рекомендовать вас остальным. Сегодня мы поговорим о 10 фишках, которые делают топовые тату-мастера. Моим имя Влад Олеников и я рад приветствовать вас на этом канале. Фишка номер один. Блядь, какие фишки, нахуй! Все хорошие мастера предпочитают делать консультацию. Особенно, если это большие проекты. Помимо того, что консультация поможет записать вам человека и показать свой профессионализм, она также поможет хорошо подготовиться к сеансу и подготовить клиента. На консультации вы уточните желания клиента и выясните детали будущей татуировки. Размер, расположение, стиль, цвета и т.д. Нужно ответить на вопросы клиента и развеять все его сомнения. Дать рекомендации клиенту, связанные с подготовкой к сеансу. Например, хорошо выспаться, не принимать алкоголь, увлажнять место нанесения и т.д. И самое главное, уверенно назвать стоимость работы. И не называть точное количество сеансов. Потому что вы можете сказать, допустим, два, а по итогу выйдет три. И начнутся споры с клиентом и, возможно, придется делать третий бесплатно. На, серьезно! Поэтому говорите, один-три сеанса, ну, скорее всего, два. Буду стараться уложиться в меньшее количество. И это покажет клиенту, что вы на его стороне. Хотите сделать все красиво и при этом не создать конфликтной ситуации в будущем. А если вы хотите видео про то, как правильно проводить продающие консультации, то пишите в комментариях. И давайте соберем 150 лайков. Канал у меня начинающий, и это дает мотивацию выпускать ролики. Все же на них уходит очень много времени. На, серьезно! А мы идем дальше. Пункт номер два. Держать место в чистоте. У вас не должно быть пыли и грязи. Не должна быть какая-то еда, которая остается с прошлых сеансов. Понятное дело, что инструменты должны быть стерильными. И картриджи распаковывать при клиенте. Не использовать повтор на одну пару перчаток. Если их сняли, сразу в утиль. Все должно быть чисто и аккуратно. Вам и самим будет приятно так работать. Все же это татуировка, а не какая-то тусовка на хате с пивом. Относитесь к этому ответственно. И ваши клиенты это очень оценят. Это хороший признак профессионализма. Брить клиента. Брить клиента должен только тату-мастер. Нам всегда приходится перед ночам работы убирать волосы. Даже если они очень мелкие и еле заметные. Не доверяйте это своим клиентам. Они могут легко поранить себя. Тем более, если это неудобное место. А также спровоцировать раздражение кожи, что негативно скажется на самой работе. Собрать анамнез у клиента. Простыми словами, анамнез – это когда мы выясняем у клиента самочувствие и историю болезни. Помимо того, что мы спрашиваем на консультации о болезнях и аллергиях, которые могут быть противопоказаниями. Мы также перед сеансом узнаем состояние клиента. Выспался клиент или нет. Есть ли температура. Не появилось ли раздражение на коже. Что он полностью здоров и тату не приведет к осложнениям. Это в очередной раз показывает профессионализм мастера. И клиенты очень ценят такой сервис. Пятое. Создание комфортной обстановки для клиента. Татуировка, особенно если она первая, это сильный стресс для человека. Поэтому нужно создать максимально комфортные условия для клиента. Чем больше он себя будет чувствовать в комфорте, тем выше вероятность, что он станет вашим постоянным. И будет рекомендовать вас всем. Чтобы клиент чувствовал себя расслабленно и уютно, можно сделать следующее. Спросить, слушает ли он такую музыку, которая у вас играет. Возможно переключить на что-то более нейтральное. Очень круто, если у вас есть держатели для телефона, чтобы клиент мог закрепить там свой и удобно смотреть сервис. Это помогает расслабиться и отвлечься от процесса. Наличие комфортной мебели и подушек для клиента поможет снизить нагрузку на тело и уменьшить дискомфорт во время процесса. Предупредите клиента о том, что он может взять с собой воду, еду и вы можете заказать доставку. Это важная вещь и большая часть сервиса. Но все же не стоит забывать, что это сеанс тату, а не чил в кальянке. Пункт 6. Выкладывайся на максимум. С каждой работой хороший мастер обязан выкладываться на максимум. Никаких в целом и так норм, и особо незаметно. Всегда нужно отдаваться каждой тату по полной. Даже малюсенько надписи, которая может показаться фигней. Татуировка делается навсегда. Остреумие про лазер, не надо мне тут. И нужно либо не делать татуировки, либо подходить к своей работе ответственно. Сомневаюсь, что вы сами хотели бы прийти на сеанс к мастеру, который пришел с будуна, говорит, что потом доделает, это и так пойдет, и издалека не видно. Нормально. Нормально будет, я говорю. Пойдете. Так что выкладываться нужно на максимум абсолютно всегда. Слушай, давай подпишись и смотри дальше. Окей? Тебе просто, мне приятно. Седьмое. 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 Пункт номер семь. Грамотное общение с клиентом во время сеанса. Для начала нужно помнить о субординации мастер-клиент. Быть вежливым, избегать острых углов в общении и по возможности уходить от неудобных тем во время работы. Во время работы периодически интересоваться состоянием клиента. Комфортно ли ему, больно, как он себя чувствует и так далее. Это поможет расположить к себе клиента, покажет вашу компетентность как специалиста и оставит положительное впечатление от сеанса. Вообще, этот пункт можно отнести больше к психологии, чем к татуировке. Но грамотная подача диалога во время работы, а иногда и умение промолчать в какие-то моменты создадут комфортную атмосферу на протяжении всего сеанса. Соблюдая ряд простых рекомендаций, в перспективе вы не только сможете удержать клиента со собой, но и получите от него еще хорошую рекомендацию для других людей, которые впоследствии придут к вам на сеанс, зная, что вы хороший специалист и приятный человек в целом. Нередко встречаются случаи в нашей практике, когда клиенты записываются не столько за новой татуировкой, сколько за новой порцией общения. Пункт 8. Контролировать клиента. Я сейчас еду за руль, а ты вылезешь отсюда! Тут в целом все просто. Рассказать клиенту, что ваш рабочий стол нельзя трогать, и вещи на нем тоже нельзя трогать. Участок с тату руками тоже мы не трогаем. Иди нахуй! Нахуй, иди отсюда! Это все может привести к перекрестному заражению. Контролировать его на перерывах. Всегда заматывать татуировку. Если боитесь, что сотрется трансфер, то положите бумажное полотенце на него, а потом уже заматывайте. Не разрешайте клиенту пить кофе и энергетики, потому что это может усилить выделение лимфы. Не давайте садиться, ложиться или как-то иначе воздействовать с местом татуировки. В целом, контролировать клиента, чтобы не было никаких неприятных ситуаций. Если какой-то из пунктов, которые ты уже услышал или услышишь дальше, сильно заинтересует, и ты захочешь более развернутую версию, подробную, вообще в мельчайших подробностях, тогда пиши об этом в комментариях. И, например, если вы захотите про грамотную консультацию, то мы позовем суперкрутого психолога, который расскажет нам все секреты. Номер 9. Четкие и понятные рекомендации по заживлению. Примерно 90% клиентов, особенно если это их первый сеанс, будут как-то косячить, что-то забудут, что-то сделать не так. Поэтому очень важно лично, несколько раз, лучше раза три, проговорить полностью все этапы заживления. Как и что делать, вплоть до того, какой стороной мы прикладываем детскую пеленку. Вы можете отправлять методичку в личных сообщениях. Этим много кто пользуется, кто-то еще их распечатывает. Но не забывайте лично проговаривать и, возможно, показывать на себе, что вот мы помыли с мылом, а вот мы пеленку приложили, все классно. Прям вот супер, супер, супер. Вот так, прям, каждый пункт несколько раз. Пускай он при тебе запишет там название мази или чего-то, если ты этого не даешь. Потому что по-любому что-то забудет. Кто за речи? Право мое! Также говорите ему, чтобы он не стеснялся задавать абсолютно любые вопросы, которые могут быть даже самыми глупыми. Иначе он пойдет, непонятно у кого что-то там найдет, спросит, в интернете посмотрит, чего-то там непонятного начитается. Поэтому говорите, что по любым вопросам, которые могут быть даже самыми глупыми, пускай он обращается к вам, и вы уже его проконсультируете. И, наконец, пункт номер 10. Контроль клиента во время заживления. И это супер важный пункт, и я не знаю, почему многие мастера этого не делают. Обычно как-то духу набил, отправил в добрый путь. И потом хрен кто что напишет, поинтересуется и так далее. Это очень важно. Просите клиента, чтобы он вам прислал отчеты. То есть фотографии вымытой сухой татуировки, чтобы вы могли видеть, насколько хорошо он смыл всю сукровицу. Как он мажет мазью? Не слишком ли ее много, не слишком мало? Может, он ее распаривает? И так далее. Поверьте, это спасло очень много татуировок. Потому что, бывает, люди косячат, им кажется, что все окей, что он мажет мазью нормально, как и нужно, там наваливает пол тюбика, и он считает это нормально. Хотя ты 10 раз ему сказал, что так нельзя. Поэтому это очень важный пункт. Обязательно контролируйте заживление ваших клиентов. И вы увидите, как большинство ваших работ будут заживать идеально. Алло! Да, да, будет. Если 150 лайков соберут, да, тогда придешь. Да я знаю, что ты психолог и хочешь им все рассказать. Но нужно 150 пальцев вверх. Короче, 150 пальцев вверх соберут и комментарии. Тогда ты, блядь, психолог, придешь и расскажешь про грамотную консультацию. Я думаю, что это пропало.